Хотите, чтобы ваша клумба весной расцвела раньше и выглядела красивее, чем у соседки? Тогда нужно заниматься клумбой уже сейчас. Сегодня моя подруга Нелли Мурашкина расскажет, из каких луковиц вырастут цветы вашей мечты и раскроет секреты их посадки, чтобы они все взошли. Да, Нелечка? Да. Надеюсь, такое возможно, потому что очень хочется, чтобы цветы радовали, но кажется, что проблем, связанных с этим, непреодолимое множество. Ну, действительно, так и бывает, что ты покупаешь луковицы, мечтаешь о том, какие у тебя будут шикарные цветы на клумбе, а весной клумба полулысая. И такое встречается очень часто. И сегодня я тебя научу, как с этим бороться. Секрет заключается в том, что мы научимся выбирать правильно луковицы и садить их. И это самое главное. Все секреты и советы я спрятала в почве. И мы постепенно их будем открывать. Нелечка, ну, поскольку у меня, например, грядки нет, но цветы я очень люблю, то я всегда с завистью смотрю на подоконники, на которых прям расцветают гиацинты, нарциссы и даже тюльпаны по весне. И я смотрю, что вот здесь вот в горшочке есть тюльпанчики и думаю, неужели я смогу вырастить такие? Сможешь. Я тебе расскажу и научу наших зрителей, как это правильно сделать. И кроме того, мы еще сегодня узнаем, как сделать так, чтобы соцветие гиацинтов было пышным. Нарциссы наши будут буйно-буйно цвести, а у тюльпанов будут самые большие бутоны. Здорово. Надюша, зафиксируй эти характеристики на нашей клумбе. Итак, пышные гиацинты, обильное цветение нарциссов и тюльпаны с самыми большими бутонами. Я так понимаю, что советы, которые ты нам сегодня дашь, пригодятся не только тем, у кого есть такие клумбы открытые, но и те, кто, как и я, хочет вырастить цветы у себя на подоконнике дома, в закрытом помещении. Да, и сегодня я открою секрет, который поможет тебе и нашим зрителям вырастить такие тюльпаны к 8 марта или к Новому году. Я думаю, что не случайно мы с тобой встретились сейчас. Действительно, нужно уже что-то делать для того, чтобы ранее-ранее весной, когда на улице еще совсем нет таких цветочков, у нас они уже выросли. Да. Смотри, Надюша, принесла много-много луковиц. Надюша, посмотри, как выглядят здоровые луковицы тюльпанов. Целенькие. Она должна быть гладкой, твердой, даже несколько лоснящейся наружной кожицы. Могут быть так же они, видишь, и без наружной покровной кожицы, но это допускается именно у тюльпанов. Недопустимо совершенно, если у луковиц есть проросшие корни, как в этом случае. Посмотри, при посадке мы будем так или иначе вдавливать луковицу в землю, и они непременно повредятся. Мы не сможем не повредить их, а они не восстанавливаются. Надюша, а теперь посмотри, что луковица механически повреждена. То есть ее надрезали. Ну да. И если мы посадим надрезанную луковицу, конечно, она сгниет в почве. Надюша, посмотри, какие у нас многострадальные луковицы. Да, внешне не очень. Если она уже изначально покрыта какой-то плесенью, пятнами, вот пятна, посмотри, какие ужасные. Эта луковица заражена серой гнилью, и при произрастании она заразит соседей, и сама, конечно, погибнет тоже. Более того, такие луковицы при хранении со здоровыми луковицами перезаражают их. Если в ящике мы увидели вот такую луковицу, она покрыта плесенью, то лучше такую не брать. И рядом лежащие луковицы мы не берем. То есть есть вероятность того, что они уже заражены. Есть луковицы, которые заражаются фузыриозом. Это очень лукавая такая болезнь. И в процессе лежки на наших луковицах появляется камень, такое клейкое вещество. Спороношение у такого гриба может быть бело-розового цвета. И, конечно же, мы не берем такие луковицы и рядом с ними лежащие. Эта луковица просто обречена. Кошмар. Надюша, еще не следует брать и такие луковицы. Смотри, эта луковица выглядит как будто бы полная, но она не полновесная. Она буквально высохла и выгнила изнутри. Она вот просто легенькая. А эта луковица из нее буквально уже капает. Она сгнила. Ой, это как перележавший лук. Даже какие-то мошки. То есть нужно быть очень внимательными. И такая луковица может обладать каким-то неприятным запахом. Так их еще и нюхать нужно. Обязательно. Любой запах посторонний должен тебя насторожить. Вот понюхай, как она пахнет. Ммм, какой-то слегка сладковатый запах, но неприятный. А теперь понюхай такую. Так. Ну, это практически не запаха. Нет никакого. Так и должно быть. Все луковичные должны быть практически без запаха. Но бывает, что луковички продают в закрытых упаковочках. Как тогда определить, насколько она пахнет или насколько она повреждена? Мы берем и пытаемся ее просто на ощупь определить. То есть если она, конечно же, будет иметь какой-то надрез, ты это нащупаешь. Если она будет мягкой, такую ты тоже не будешь брать. И в пакете, Надюша, всегда луковица может запреть. Как только ты ее принесла домой, ты ее должна выложить в коробочку картонную и поставить в проветриваемое помещение. Слушай, ну ведь луковицы разных сортов цветов выглядят по-разному. И опытный профессионал, как ты, сможет различить сортовые, так называемые, растения от просточков. Но если человек впервые идет покупать, или вот как я, неопытный садовод, то можно же по ошибке или подсунет продавец и просточка такого себе купить. Потом огорчиться. Обычно луковицы продают в коробках, да, или в каких-то мешочках. И если тебе, допустим, продают из этого мешочка и говорят, что это такой сорт, это такой, то есть все из одного мешочка и пять разных сортов. Не верь, такого не может быть. Вот. Потом, если ты видишь, что в одном мешочке или в одной коробке, но луковицы разного цвета, не верь таким продавцам. То есть разница в цвете, в форме тебя должна насторожить. Если тебе продают за один сорт и при этом луковица округлой и долговатой формы, понятно, что это не так. Вот такие общие правила выбора луковиц для того, чтобы растение по весне действительно радовало буйным цветом. Это как для всех растений, да? А нам же хочется, чтобы и гиацинты на славу удались, и нарциссы расцвели так, чтобы соседи завидовали, да и тюльпаны были с крупными бутонами. Наверняка для каждого вида цветов есть какие-то нюансы, секретики. Конечно же. И сейчас мы их рассмотрим. А ты знаешь, это будет очень удобно сделать с помощью писем наших зрителей, которые интересуются этим вопросом и стараются вовсю уже сейчас, чтобы весной клумбы благоухали и цвели. Вот первое письмо от Анастасии из Кривого Рога. Она хочет вырастить гиацинты. Вот что написала. Я очень люблю гиацинты, поэтому в прошлом году решила засадить их луковицами всю клумбу. Пошла на рынок. Полдня выбирала эти луковицы, чтобы целенькие были, красивенькие. Отобрала самые-самые лучшие луковицы гиацинтов. Продавцы еще так косо смотрели на меня, когда я в этих ящиках рылась и перебирала товар. Я была уверена, что купила качественные луковицы самых дорогих сортов. А почему-то, когда гиацинты начали распускаться, я увидела, что цветков в соцветиях мало, они такие редкие. А я так хочу, чтобы у моих гиацинтов были самые пышные соцветия. Посоветуйте, что для этого нужно сделать. Тем более, что луковицы-то не дешевые сейчас. Да, ты знаешь, луковица гиацинта стоит 20 гривен. Ну. Вот такая полновесная, как должна быть. Гиацинт. Квитка дощев. Символ перемоги весны над зимой. Адже в малей Азии гиацинт распускается в период первых весняных слив. Гиацинт ценуют за пышное соцветие и вышуканный стойкий аромат. Молодые гречанки, выходя за меж, прекращают себя этими квитами. Кроме того, греки считают, что гиацинт может защитить их оселы от людей, что пришли с плохими думками или намерами. Поэтому вешают цибулинки и квиты гиацинтов над дверями, как оберег. И помнишь, я тебя всегда учила смотреть в корень, а тут будем смотреть в луковицу. Давай. По цвету отличаются, а так вроде бы. Ну да, по цвету. То есть мы можем предугадать, что это будет розовый цвет, это, скорее всего, будет белый или желтый гиацинт. Но ты посмотри, Надюша, какая разница в донце. И как ты думаешь, какая будет луковица лучше? Вообще не могу сообразить, если честно. Вот они как бы по величине одинаковые, да? Но мы должны брать, чтобы донца была меньше. Чем старше луковица, тем диаметр донца у неё больше. А чтобы соцветия были пышными, наполненными, густыми, обязательно нужно брать не старую луковицу, а молодую. Потому что в старой луковице уже не те силы. Она уже много раз производила цветоносы на цвет, поэтому рыхлые соцветия и могут быть небольшими. Оптимальный вариант, когда диаметр донца в полтора раза меньше, чем диаметр луковицы. Закрепим это правило? Да, откроем наши правила. У нас остались ещё нарциссы и тюльпаны. Как я мечтаю поехать весной в хус, чтобы полюбоваться на долину нарциссов. Это единственное место в Европе, где растут дикорастущие белые нарциссы. Просто море нарциссов, необыкновенно красиво. А сейчас, ты знаешь, Надюша, у нарциссов есть коронки голубого цвета, розового цвета. В общем, это великолепие. Если верить легендам стародавней Греции, нарцисс – наиболее эгоистичная и самозакоханная цветка, которая всегда накрывает свой бутон до низу, чтобы помиловать своим отображением в воде. В Схидной Пруссии он символом весны, счастливого подружного жития и семейного добробода. За стародавними традициями, девчина, яка выходила замуж, брала с батьковского дома нарциссу в свою оселю, с трепетом выращивала его и очень засмучивалася, как что квитка сохла. Адже считалось, что от того, как зацветит нарцисс, будет зависеть, и насколько счастливым складется семейное житие закоханное. И вот к этому великолепию стремится Елена из Малына. Она написала письмо, я его сейчас зачитаю. «С детства нарциссы мои любимые цветы. Ведь когда у бабушки на клумбе они распускались, мне казалось, что у нее во дворе на земле отображалось звездное небо. Красиво. Теперь я выросла, бабушки давно нет, а мама клумбы никогда не засаживала цветами. Мы жили в квартире, а у меня сейчас есть свой двор, и я хочу, чтобы и на моей клумбе обильно цвели нарциссы. Не так, что кустик рядом с кустиком, а чтобы смотришь на клумбу, и она просто-таки густо усеяна этими цветами. Подскажите, как можно достичь такого результата? Да, действительно, задача не из легких. Ну, вполне решаемая. Вот луковицы наших нарциссов. Обрати внимание, есть вот такие. Если мы посадим такую луковицу, мы цветения не дождемся. Вообще? Да. Это луковица детка, ей нужно доращиваться. Есть такие, уже побольше. Так. Такая луковица зацветет, но будет здесь только один цветонос. А вот здесь будет уже два цветоноса. А если еще цветонос и многоцветковый, то это уже получается просто букет. Здорово. Есть, посмотри, Надюша, и трехвершинные луковицы. То есть раз, два, три. Ну вот такая луковица. То есть детка вряд ли зацветет в этом году. Нужно стремиться к тому, чтобы трехвершинные луковицы были крупными. То есть каждая из них была крупной. И тогда мы добьемся того, что нарциссы будут пышно-пышно-пышно цвести на лужайке у тебя. Итак, Надюша, если мы хотим, чтобы у нас пышное цветение было нарциссов, покупаем луковицы с двумя, с тремя вершинами. Зафиксирую эти знания на нашей клубе. Остаются тюльпаны. Кстати, по поводу тюльпанов у нас больше всего вопросов и пожеланий от наших зрителей. Наверное, потому что это настоящий символ весны. Тем более, что Неля расскажет, как вырастить изумительные тюльпаны как раз к 8 марта. Тюльпаны всегда считались символом славы, пристрастия и романтики. В Краина Схода люди верили, что эта квитка способна приносить в дом богатство. Кроме того, говорят, что в 17-м столетии тюльпаны были грошовым эквивалентом. Они настолько ценовали, что всего лишь за одну цибулинку тюльпана покупцы ладнее были отдать 4-х отгодованных бичков и даже 500 кг сыра. Цибулинки тюльпаней куповали в подарок заможенным людям и королевской знати. Я зачитаю письмо, которое пришло от Ирины из Полтавы. У моей соседки растут такие красивые тюльпаны с огромными бутонами. Я и себе такие хочу, но она ни луковицами не хочет делиться, не секретами, благодаря которым у нее каждый год распускаются такие великолепные тюльпаны. Может, вы подскажете, как вырастить тюльпаны с самыми большими бутонами? Размер бутона и цветка зависит именно от того, какой окружности у нас луковица. Так просто? Чем мельче луковица, тем мельче цветок. Причем луковица детка вот такая зацветет, ну, будет небольшим цветочком. А вот уже, допустим, такая луковица порадует тебя большим бокалом цветка. Тюльпаны классифицируют. Их разбирают, так и называются разборы. И есть разбор экстра. Это тюльпаны, которые в окружности имеют 12 сантиметров и более. На пакетах это указано 12+. И вот такую луковицу мы можем посадить для того, чтобы выгнать к празднику, к 8 марта, допустим, к Новому году, Рождеству. В них больше сил для того, чтобы расти, да? Да, прекрасно. Но если не написано на упаковке, вдруг я не в упаковке буду луковицу покупать, то как мне определить на глаз, что окружность у нее 12 сантиметров? Ну, в принципе, мы можем визуально сориентироваться. Диаметр луковицы должен быть 5-6 сантиметров. А окружность дома ты можешь линеечкой отмерить на бечевочке 12 сантиметров. Потом положить к себе в кошелечек и ходить покупать луковицы. Здорово. Вот смотри, меряем талию нашей луковицы. Видишь? Талия у луковицы в самом толстом месте. Да, именно так. Причем здесь даже больше. То есть это 12+, это экстра разбор. Для посадки в грунт не только экстра луковицы годятся. Годятся практически все, но зацветут только первый и второй разбор, то есть от 10 до 12 сантиметров. Другие же луковицы просто будут доращиваться и порадуют тебя цветением через год, через два. А маленькие луковицы вообще не покупать? Малюсенькие луковички мы купим, это будет задел для будущего, потому что они подрастут. Через год-два это будет экстра класс. Вот мы выберем эту, эту луковицу и эту. У продавцов нужно спрашивать сорта выгоночных тюльпанов, потому что они все тюльпаны, способные зацвести к 8 марта. Для выгонки мы берем неглубокий горшок. Так. И в зависимости от количества луковиц мы ориентируемся по диаметру горшка. Вот, допустим, на три луковицы нам будет достаточно такого горшочка, он где-то 12 сантиметров. Значит, он должен быть обязательно с дренажными отверстиями. После этого мы насыпаем грунт. Грунт не должен быть очень питательным, нельзя туда ложить навоз, потому что это обязательно провоцирует грибковые болезни. Ой, какая тонкость! И дренаж мы тоже не кладем, в отличие от обычной посадки комнатных растений в горшке. Да. Смотри, Надюша, субстрат мы выбрали обычный для комнатных цветов и смешали его с песочком. Получилась такая рыхлая, дышащая смесь. После этого мы берем луковицы, кладем рядышком, чтобы они не соприкасались друг с другом. Луковицы должны быть покрыты грунтом, может торчать только одна вершиночка. Угу. После этого мы поливаем так, чтобы из дренажного отверстия вылилась вода. То есть всю почву хорошенечко пролить? Да. После того горшок ставим в низкую температуру. Это может быть кладовка, там где 5-9 градусов, холодильник или лоджи. Холодильник? Погреб. Ну вот, Надюша, смотри. В блюдечке уже водичка. Угу. То есть грунт хорошо пропитался водой, и теперь мы ставим в наше прохладное место. Угу. То есть весь тот этап, который тюльпан проводит в грунте, мы произведем в холодильнике. Угу. После того, как он хорошенько укоренится, мы достаем из холодильника. Должны быть уже проросточки 5-7 сантиметров. И мы вносим в теплое или в темное помещение или накрыть каким-то непрозрачным предметом. Это может быть коробка или какой-то колпак из помещения. Это должно быть 12-14 градусов. До даты ориентировочного цветения 2-3 недели. За это время они вытягиваются в росте. И буквально за неделю уже до нашего срока цветения мы снимаем колпак, и наши тюльпаны дорастают. Если они еще как бы не подтягиваются, то нужно увеличить температуру в помещении. И они добирают свой рост и цвет. Если же наоборот, они уже доросли так, как нужно, но до праздника еще есть 2-3 дня, то вносим наоборот на какое-то самое прохладное место. То есть лоджия или прохладный подоконник под форточкой. Прям ювелирная работа. То есть именно если мы будем все так проделывать, то и получим к 8 марта уже вот такой совершенный букет. Здорово. Закрепим это правило. Как прекрасно будет, когда на подоконнике или клумбе раскроются вот такие великолепные бутоны. Можно будет присесть рядышком, выпить кофе. Сплошная романтика. Нескафе. Первое правило утра. Мы разобрались с тем, как вырастить тюльпаны. А гиацинты, нарциссы тоже можно также вырастить к определенному сроку. Да, Надюша. Причем очень интересно, что гиацинты можно даже не в почве, а просто в воде. Как лук обычный. Да, да, да. Для этого просто луковицу гиацинта ставим на вот такую бутылочку, как у тебя. Вот можешь попробовать это сделать. С удовольствием. Вот так вот? Да, да, да. При этом донце луковицы не должно соприкасаться с водой на 1-2 миллиметра. И ставим также в холодильник. Корни стремятся к воде. Потом они заполняют буквально полностью всю-всю емкость. Ну, а весь процесс абсолютно сходят с тюльпанами. Оригинально. Нарциссов можно высадить точно так же, как тюльпаны, в почву. А если мы высаживаем не дома в горшочек, а в грунт открытый, есть особенности? Есть общее правило, как мы высаживаем луковичные, и некоторые особенности. С конца сентября и до самого начала ноября мы можем садить наши луковичные. Раньше всего мы посадим нарциссы, потому что они более теплолюбивые, и им нужно время укорениться. Со середины октября мы будем садить наши тюльпаны. И чуть-чуть позже, буквально к ноябрю, мы можем садить гиацинты. Есть нюансы. Нужно обязательно почву подготовить заранее. Хотя бы за две недели до того мы её должны вскопать и пролить. Потому что иначе, если мы непосредственно тут же в рыхлую почву посадим, там образовываются воздушные карманы, и бывает луковица, не за что зацепиться. Ух ты! А так мы можем вынести ещё и минеральное удобрение и посадить наши луковицы. Обычно вносится 5-6 кг на метр квадратный перегноя. Садим обязательно на 3 высоты луковицы. То есть если мы, допустим, садим тюльпан, то вот луковица наша будет сидеть на 3 высоты луковицы. Можем сделать меточку на нашем совочке, да, вот отмерить и садить. Или, допустим, колышек тоже с отметочкой. А какие нюансы существуют в выращивании гиацинтов, нарциссов, тюльпанов? Цветы чем-то похожи, но в чём-то и отличаются. Есть секретик для каждого вида луковичных. И сейчас мы их раскроем с тобой. Обязательно их нужно соблюдать. Иначе успеха нам не видать весной. Каждый цветочек чего-то боится. Надюша, одевай перчатки. И сейчас мы узнаем, что же там такое таится. Я буду бояться вместо цветов? Гиацинт? Давай. Так, тут губка. Причём с водой. Гиацинт, наверное, боится лишней влаги? Да, совершенно верно. Поэтому при посадке мы обязательно на дно лунки кладём песчаную подушку. То есть слой песка 3-5 сантиметров. Если корни луковицы соприкасаются с влагой, то он просто сгниёт. Для того, чтобы был дренаж, мы кладём сюда песочек. Это надо запомнить и записать. Следующая тайна, которую мы прямо сейчас раскроем. Чего боятся нарциссы? По какой причине они могут и не расцвести весной у вас? Да, Надюша. Следующая опасность. Посмотри, что там. Это лёд. Я так понимаю, что прекрасные нежные нарциссы боятся замёрзнуть? Поэтому мы раньше всех их садим, да? И обязательно после посадки место, на котором будут расти наши нарциссы, мы должны прикрыть слоем листвы, опилок или, допустим, сена. Можно каким-то укрывным материалом. И это их предохранит от промерзания. Отличный совет. Остаются тюльпаны. И предположить не могу, что ты там прячешь. Вода была, лёд был, остаётся только пламя. Попробуй. Что-то мне не нравится твой весёлый взгляд, но попробую. А-а-а! Там мышь! Угу. Доставать? Ну, рискни. Маленькое, но очень-очень настоящее. Конечно, в целом это милое создание, но я так понимаю, что тюльпанам не нравится. Они обожают питаться тюльпанами. Это что? У меня был случай. Соседка звонит и говорит, Неля, ты представляешь, у меня кроты сожрали все тюльпаны. Одни шкурки валяются. Я говорю, да нет, это не кроты. Кроты-то питаются корешочками. Угу. А вот мышки очень полюбляют наши тюльпанчики. И для того, чтобы уберечь их от этого вредителя, мы будем рядом с лунками тюльпана садить луковички рябчиков. Есть такие растения. Луковицы рябчиков имеют, знаешь, такой очень интересный аромат. Чесночно-хреново-ореховый. Мыши не любят такого запаха. Но чтобы уже совершенно уберечь, ну, может, всё-таки рябчиком не побрезгуют, знаешь, то мы в лунки положим колючие ветки. Мыши их боятся. То есть мы можем нарезать ветки шиповника, крыжовника, той же акации и вкладываем вот в эти грядочки. И тогда мышка, когда и прорывается туда, она натыкается на эту колючечку, мордочку уколола и убегает. И не будешь ты есть тюльпаны, поищешь себе другую еду. Ну, какая смелая. Она, наверное, прямо отсюда чувствует, что здесь где-то тюльпаны поближести. Заодно увидим, как рябчики выглядят. А у нас нет маленькой луковички тюльпана. Ах ты, бессовестная маленькая мышка! Ты собираешься съесть все мои тюльпаны? Ну, поскольку эта маленькая мышка сегодня нам не навредила, а помогла разобраться в ошибках, я этот тюльпанчик отдам ей. Всё равно он маленький, не вырастет. Ням-ням. Правда, ест! Более яркого доказательства того, что мыши любят тюльпан, я не видела. Нахалка ты такая! В моём доме есть мои тюльпаны! Но она такая милая, что я даже обидеться на неё не могу. И с таким аппетитом уплетает, что мне кажется, что это действительно вкусно. Как сыр! Надюша, ты знаешь, у тюльпанов, они родом из Средней Азии, а там горная местность. И у них такая специфика, что они с возрастом зарываются в землю. И для того, чтобы этого не происходило, их можно немножечко перехитрить. Посадить вот в такие корзиночки. То есть подойдёт такая, такая. И в принципе, ты уже можешь обозначить цвета, и это у тебя уже будет готовая клумба. Здорово, да! Значит, смотри, вот мы их установим вот так, а саму корзиночку мы закопаем на нужную глубину. Всё. И на следующий год нам не придётся уже, знаешь, особо там рыться и искать его. А мы просто достанем корзиночку вместо с луковичками. Нелли, спасибо тебе огромное, в том числе и за знакомство с этим замечательным созданием. Чтобы ваши тюльпаны не съели мыши, вы знаете, что нужно делать. Мы желаем вам прекрасных букетов весной. И помните, позаботиться об этом нужно уже сейчас.